Друзья, всем привет! С вами канал Будда Гришна. Мы с вами говорили об Анастасии Заворотнюк, о ее состоянии здоровья. Говорили много. Напомню, что мы организовывали с вами также коллективную молитву по соглашению. Подверглись жесткой критике со стороны тех, кто не совсем в теме, что называется. Но я, еще раз повторюсь, всегда исходил из того, что если даже песчинка есть возможности каким-то образом помочь, то почему ее, что называется, эту песчинку не использовать? Во благо здоровья человека, что называется. Огромное количество людей откликнулись с большим добрым сердцем. Огромное количество людей участвовали в этой коллективной молитве по соглашению. Да и в принципе не участвуя в молитве переживали, еще раз скажу, не являясь ни поклонниками, ни фанатами Заворотнюк. Исключительно потому, что у ребенка, практически рожденного, должна быть мама. И люди, понимая это, просто сопереживали. И до сих пор вся эта, вот я уже вчера говорил, окутанная тайной вот эта, значит, вся история вызывает огромное количество опросов. И сейчас вызывает их все больше и больше, потому что в чем такая проблема? Еще раз говорю, уважая решение семьи и так далее, но гораздо более известные люди, я вчера уже говорил их в Ростовске, Юдашкин. И кто только, так сказать, не заболевал, кто-то жив, кто-то умер уже и так далее, страшная, вы знаете, болезнь. Тут от, значит, страшных болезней новомодных придумывают лекарства чуть ли не за несколько месяцев. От онкологии уже десятки лет не могут придумать ничего. Да, а здесь вот прям какая-то тайна. Ну, тайна и тайна. Мы с вами говорили, я напомню, и о людях не публичных, об онкологии в целом в стране. Это страшная абсолютно сейчас цифра и огромное количество людей в разных регионах страны. Есть регионы с очень неблагоприятной обстановкой с точки зрения экологии. Некоторые люди, которые болеют онкологией, писали мне, что связывает свою болезнь. Я уже говорил, с продуктами питания в сетевых магазинах. Вы видите, что никаких магазинчиков у дома, как раньше, фактически не осталось. Есть только какие-то небольшие сельскохозяйственные ярмарки, на которые можно попасть чуть ли не в 6-7 часов утра. А так все это сетевые магазины, что там продается, что там реализуется, абсолютно непонятно, потому что состав можно написать абсолютно любой. Мы с вами говорили также и о том, что перспективные методы лечения, которые разрабатываются в Институте молекулярной биологии Российской Академии Наук, они доступны далеко не всем. В частности, президенту докладывали на примере Заворотнюк как раз о перспективном методе лечения агрессивной формы рака глиобластомы, рак головного мозга. Это так называемый вирусный метод лечения, когда берется клетка опухоли и под нее создается специальный вирус, которым заражается человек. Этот вирус, он поражает вот эти как раз клетки опухоли. И опухоль, соответственно, уменьшается. Этим можно продлить жизнь человеку. Это перспективный метод лечения, но, естественно, вы понимаете, он не для простых смертных. Вообще вопрос сейчас нужно ставить очень остро. Ну вот на фоне заявлений дочери Заворотнюк о стоимости лечения Анастасии Заворотнюк, мне бы хотелось еще раз поднять эту тему, очень важную тему онкологии в нашей стране. И все-таки сказать о том, что есть публичные люди, но есть огромное количество людей, которых нет возможности собирать большие суммы денег, как у мужа Заворотнюк Петра Чернышева, который только за новогодние праздники заработал 3,5 миллиона рублей. И нет возможности иметь огромные средства и, так скажем, вкладывать их в свое лечение. Люди лечатся за госсчет в больнице. И зачастую там, если хорошая школа, онкологическая такая, то в этом смысле людям повезло. Если нет, то нет. Но и с хорошей школой, если, значит, там действительно хорошие специалисты, перспективные методы лечения являются просто недоступными. Лечат как 20-30 лет назад, так и сегодня. Дочь онкобольной Заворотнюк Анна обмолвилась о стоимости лечения матери. Миллионы пишут. Звезда моя прекрасная няня Анастасия Заворотнюк уже несколько лет борется с раком. Во сколько обходится лечение онкобольной матери, рассказала ее дочь Анна. Семья Анастасии Заворотнюк редко делится подробностями о самочувствии актрисы. На связь с обеспокоенными поклонниками по этой теме выходит изредка лишь дочь Анна Заворотнюк. Я объективности ради скажу свое мнение. Вы понимаете, дело все в том, что красавица, умница, дочь, я симпатизирую дочери. Но вопрос заключается в том, что она развивает свой блог, там много рекламы. Не было бы ни блога, ни рекламы, если бы не было истории с мамой. Ну вот как бы там ни было, я скажу то, что думаю. Своим подписчикам она рассказала, что мать хоронить еще рано, и она надеется на благополучный исход. Как призналась сама модель Анна Заворотнюк, дочь Заворотнюк. Ее семья находится в более выигрышной ситуации, чем другие люди с онкологическими заболеваниями. На вопрос подписчиков во сколько обходится лечение Анастасии Заворотнюк, Анна отвечает односложно. Вот что она пишет, так немного людей могут себе это тупо позволить, так как терапия нужна хотя бы раз в неделю и стоит огромных денег. То есть любой простой смертный, находящийся на месте Заворотнюк, я понимаю, так делает такой вот я для себя, давно был умер уже. Просто-напросто, вот и все. Не представляю даже, продолжает она, насколько же сильны те, что смогли справиться с этой ужасной, мучительной, кошмарной болезнью сами. Значит, заявила модель, добавила, что у ее семьи есть возможность обеспечить должную охоту актрисе. Пока основная финансовая нагрузка легла на плечи супруга Заворотнюк, фигуриста Петра Чернышова, большую часть доходов составляет гонорары после выступления в шоу Татьяны Навки. И только за новогодние праздники ему удалось собрать 3,5 миллиона рублей. Ну, Татьяна Навка, вы знаете, супруга пресс-секретаря президента, поэтому вот эта близость еще и, собственно говоря, тоже, мне кажется, имеет огромное значение. Вообще, друзья, конечно, я очень рад, что у кого-то есть возможность, но как мне кажется, что равные возможности лечения в государстве должны быть у всех абсолютно граждан. Абсолютно, еще раз говорю, равные возможности доступа к медицине, в том числе и перспективным методом лечения, и обычным методом лечения, если терапия нужна раз в неделю. Поэтому, конечно, были всегда люди более богатые, публичные и так далее, но, тем не менее, мне кажется, что в вопросах онкологии не должно быть исключений абсолютно никаких. Потому что это общая боль, и люди ее чувствуют абсолютно одинаково. Друзья, с вами был Будда Гришна, интересно ваше мнение, пишите просто ваши комментарии, подписывайтесь на канал, кому интересно. Резервный канал Будда Гришна Live, Instagram Будда Гришна, нижняя почерка, единичка на латинице, на русском Будда Гришна, три российских флага. Пишите, пожалуйста, ваши истории, может быть, не дай бог, конечно, но в вашей жизни был такой опыт, или у ваших родственников, и как вы сталкивались с лечением, со стоимостью лечения, с формами оплаты, я имею ввиду, больше даже не формами, а необходимостью оплаты своими средствами, да, так скажем. Всем пока, друзья, до встречи, здоровья всем!